Добрый день, друзья! Вы на канале ОМЗАК и с вами я, Роман. Давайте посмотрим, что у нас сегодня интересного. К нам приехал автомобиль Kia Sorento 2014 года с пробегом в 212 тысяч. Жалоба владельца не работает в полный привык. Сейчас наш прекрасный механик Михаил проведет диагностику и посмотрим, в чем причина. Итак, Михаил посмотрел и оказывается, видите, как всегда, стандартная ситуация, свернуты шлицы в угловом редукторе. При вращении колес кардан стоит на месте. Для этого нужно будет снять коробку, разобрать и посмотреть, оценить состояние. Сейчас мы это будем делать. Поехали! Ну вот мы и сняли наш любимый угловой редуктор. И в процессе работы выяснили у владельца, что ремонт этот уже не первый. Первый раз дефект произошел на 100 тысячах километров. И у официального дилера заменили этот редуктор. А что же послужило повторному выходу его из строя, давайте-ка сейчас вместе с вами и посмотрим. Обратите внимание, здесь сейчас снятый угловой редуктор, а это перед нами дифференциал коробки передач, вернее, часть его шлицевая. И как вы думаете, что мы там видим? Правильно, ничего. Потому что там нету смазки. Неужели дилеру при замене по гарантии этого углового редуктора было жалко на палец намазать смазку и смазать эти шлицы, для того, чтобы они не вышли из строя повторно? Вот к чему приводит небрежное отношение нехороших дилеров к своей работе. Вот для сравнения, давайте-ка посмотрим. Это вот совсем уже убитые в усмерть шлицы дифференциала. Это то, что стоит сейчас у владельца. По-хорошему, нужно заменить шлицы. Рекомендовано владельцу это будет. Но согласиться ли он это сделал, здесь уже решение за владельцем. И вот для того, чтобы минимизировать такие финансовые затраты, как на снятие коробки, на разборку, на ремонт, на замену вот этой стальной штуковины, проводите регулярно обслуживание полного привода. Чтобы избежать впоследствии таких дорогостоящих ремонтов. Рано или поздно она станет вот такой. Рано или поздно стоит такой. Просто не будет счастлива потом. Ну, разопалкинник ее хватит. Ну и, соответственно, владельцу была предложена замена либо на новое все, включая вал и включая корпус дифференциала. Либо, чем мы давно уже достаточно занимаемся, мы предложили владельцу восстановить шлицовое соединение этого вала. Что будет гораздо бюджетнее по сравнению с заменой на новые запасные части. Восстановили шлицевую часть. Сальник уже новый забил, правильно? Да, это тот, который на промвалах. Да, по их практическим. Так, это ты специальный герметик нанес для установки крышки. Ну да, это герметик. Шлицы уже помазаны. Подготовлены к установке углового редуктора. Сейчас также помажем шлицы промвала. Ага, ну-ка, шевели. Вот, шевелем. Да, все, зацепление вошло. Все, сейчас все соберем, заведем, включим и проверим. Шакардос получился. Генеральное испытание. Включение автомобиля. Пуск и трогание. О, работает. Ура, победили. Ну вот, дорогие друзья, мы закончили ремонт полного привода на автомобиле Kia Sorento. Установили отремонтированный вал. Я надеюсь, что владелец теперь будет ездить долго и счастливо на этом автомобиле. Ну а вы пишите свои комментарии, ставьте лайки. А с вами был я, Роман. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин